И вы знаете, что мы традиционно два раза в году, перед Пасхой и перед Рождеством берем такие посты, длинные посты. То есть у нас бывают короткие посты, однодневные посты по Писанию, когда мы полностью воздерживаемся от всякой пищи. Но в Священном Писании есть такой пример, который в христианстве называют постом Даниила. Хотя, конечно же, нигде это не называется именно постом. Как же это называется? Давайте откроем книгу Даниила, 10 главу. Почему мы знаем, что Даниил был человек очень близкий к Богу, любящий Бога был, да? И человек, который молился. И вот посмотрите, помимо того, что Даниил молился, у него были особые такие периоды в жизни. И в 10 главе, во 2 стихе говорится. В эти дни я, Даниил, был в сетовании три седмицы дней. Вот это слово, такое старое славянское слово, сетование, да? Слово, которое в еврейском переведено как сетование у нас, да? Это в печали, в горести, вот в таком втомлении, во внутреннем томлении. Вот что такое. То есть здесь и написано, что Даниил был в посте, конечно, да? Поэтому мы, когда говорим о посте Даниила, ну, мы это говорим более в переносном смысле. Потому что, конечно, мы видим, что когда люди были в посте, они вообще воздерживались от всякой пищи. Но здесь было некое вот такое вот, ну, скажем так, состояние внутреннее, да? Сетование, печали. И вот третий стих. Вкусного хлеба я не ел, мяса и вина не входило в густа мои, и мастями я не умощал себя до исполнения трех седмиц дней. То есть три седмицы дней, три недели, двадцать один день. И вот то, что мы предлагаем всей церкви взять перед Рождеством, как раз сейчас вот три недели, три седмицы дней, взять вот такой пост Даниила, когда мы воздерживаемся. Тут написано, вкусного хлеба я не ел. Вот я в современном переводе смотрел, там сказано, воздерживался от вкусных блюд. То есть какие-то вкусные, особые блюда, всякие сладости, вкусняшечки. То есть хлеб можно есть, но только невкусный. Вот. Первый, второй сорт старайтесь брать. Батоны лучше не есть во время поста, да и вообще лучше их никогда не есть, всю эту белую муку. Но если вы все равно скажете, а я все равно пастору верю, что что-то смертоносное съем мне не повредит, поэтому ем батоны спокойно, пока живой. Ну, твое право, но во время поста Даниила лучше от этого воздерживать. То есть от всякой вкусности, от мясной пищи, да, воздерживается, от всякого мяса мясного. Вот. И, ну, если кто-то до сих пор иногда выпивает алкоголь, что-то, да, скажешь, вот я тут немножко выпиваю. Ну, во время этих трех седьмит дней, трех недель от алкоголя тоже. Я, мы в семье, у нас культура трезвости, мы вообще не пьем, у нас такой безалкогольный весь год. Вот. Поэтому для нас это не актуально. Но если для кого-то актуально, скажешь, вот я вот иногда тут позволяю себе. Ну, тут уже во время поста Даниила, значит, тебе нужно и от этого так же воздерживаться. И мы не случайно в последнее время очень часто говорим, что порой ожидание праздника чуть ли не важнее, чем сам праздник. Ну, сколько идет сам праздник? Ну, один день, да? А ожидание сколько времени? Точно так же у нас, слава Богу, Рождество идет не один день, у нас Рождество идет два дня. Вот, у нас 25 декабря идет и 7 января мы справляем и по юлианскому, и по григорианскому календарю, и по старому стилю, и по новому стилю справляем. Вот. Но само, конечно, ожидание, оно идет очень много, несколько недель. Вот. И мы будем каждое воскресенье зажигать свечи Адвента. Вот. Каждая свеча имеет определенное значение. Мы начали с пророческой свечи и дальше пойдем. Вот. Но самое, конечно, главное, это не то, что мы украсили сцену, не то, что мы там поставили. Ставили вертеп на сцену, там, гирлянды всевозможные, свечи Адвента зажигаем. Самое, конечно, важное во время вот этого сетования, да, или, как мы говорим, поста Даниила, да, это наше внутреннее состояние. Потому что, к сожалению, знаете, происходит вот порой у людей непонимание. Вот. Вот. Чем же наши молитвы и вообще чем наша христианская духовная жизнь отличается от других молитв? От молитв других верований, там, религий, от языческих молитв. Потому что у некоторых вот такое впечатление сложилось, что вот, вот, как вот люди раньше верили другим богам, вот, и там просили что-то, чтобы там Зевс им сделал или другие боги, вот, чтобы как-то вот добиться от них какое-то вот исполнение своих желаний, что ли, да. Чтобы вот, вот я хочу это, вот, чтобы мне бог помог, если там Зевс не помогает, может, Аполлон поможет, Аполлон не помогает, там, Дионис поможет, ну, какой-нибудь бог может поможет, да. И вот обращение к богам, чтобы бог исполнил какие-то наши чаяния, какие-то наши желания. И вот мы приходим в церковь, и как будто вот мы просто берем и вместо Зевса, Аполлона, Диониса просто ставим Иисус. Мы заменяем имя на Иисус и продолжаем делать то же самое. И это глубокое заблуждение, потому что суть христианской молитвы, не просто форма, не просто имя, суть христианской молитвы, она совершенно другая, суть иная. Я думаю, поэтому часто мы, верующие, разочарованы в нашей молитвенной жизни, что мы не понимаем значение молитвы. Мы думаем, что суть молитвы – это каждый день с самого утра надавать Духу Святому максимальное количество заданий. Как в сказке о рыбаке и рыбке, да, когда старуха, она все время давала задания, какие-то золотой рыбке, через старика. Сама не ходила, да? И вот мы точно так же думаем, что наша цель – молитвенной жизни. Бог – это золотая рыбка, ты, получается, это старуха. А есть еще молитвенники, старики, которые ходят все время туда и просят у нее. И вот такая схема – надавать Богу заданий, не забыть ничего желательно. Вот дал Богу с утра заданий, вот это сказал, чтобы он это сделал, это выполнил. Ну вот как вот жена меня в магазин отправляет, и вот она дает мне, как правило, список, раньше бумажный, сейчас она смс мне направляет. И ты идешь с телефоном, и у тебя есть определенное количество заданий, что нужно купить. И ты идешь по этому машину или еще в каком-то магазину, смотришь на этот список, идушь, так молоко положил. А какое молоко? Приходишь, молоко разное, надо как бы конкретно какое молоко. Я иногда перезвоню, говорю, какое молоко? Она говорит, вот в синем пакете. Я говорю, а в желтом? В желтом не надо. Вот, вот, и все. Я не понимаю, почему надо в синим, почему не надо в желтом? Ну вот она знает лучше это. Я, главное, чтобы все по списку, иначе мне потом не поздоровится, скажет, что что-то принес, это не то было совсем. Я же тебе сказал, а ты не туда посмотрел, а я туда посмотрел, но я же тебе сказал. Вот так вот, поэтому вот нужно исполнить все по списку, вот все по списку. И у нас почему-то и надо такое представление, что точно так же и в нашей духовной жизни мы должны прийти и все, 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 все сделать, как бы по списку Богу перечислить, ничего не забыть, сделать как можно конкретнее ему, как будто надо в молитву быть конкретным, чтобы он там вместо синего пакета нам желтый не притащил, еще что-нибудь такое не сделал, да, перепутал как-то. Надо ему взять конкретно все это, написать, ну и ждать, когда это все исполнится, когда все это будет, а когда пост, ну надо как-то это вот с утра до вечера, наверное, делать, еще как бы, ну, вот, например, когда вот жена посылает в магазин, поедешь в магазин, вот тебе список, и говорю, а что тебе самой не съездить, да, вот, потому что она же может сама съездить, да, и сама, и сама поехать, да, вот, а я себя плохо чувствую, ну, например, это же аргумент или нет, когда плохо чувствует себя, да, аргумент, плохо чувствует себя, аргумент, я говорю, ну, да, ну, плохо чувствуешь, зачем тебе, может совсем разболеться, я лучше съезжу, да, и вот ее, как бы, плохое самочувствие, оно влияет, ну, конечно же, она плохо чувствует, надо еще, помимо всего этого, еще что-нибудь там вкусненькое ей купить, чтобы она чувствовала себя лучше, вот, вот, вот так вот, и, 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 и вот мы думаем точно так же и пост, да, вот, когда, когда, вот, как вот, это, Это как вот, если близкому плохо, и надо что-то ему купить, и мы говорим, Господь, видишь, нам плохо, мы уже сколько времени мяса не едим, вина не пьем, вообще булочек не кушаем. Ну пойми, что вот сколько времени, неужели тебе не жалко нас? И у некоторых христиан почему-то такое впечатление, что цель поста – разжалобить Бога. Как бы Бог говорит, вот не хотел, но так вот, что-то мне тебя жалко, вот уже лица на тебе нет, уже три недели не поймешь, как питаешься, уж ладно, так и быть, отвечу. И вот как бы в этой нашей языческой конве молитвенной у нас и пост точно так, вот мы молимся, что-то ему просим, задания ему даем, а если он как-то медлит с исполнением наших желаний, если какие-то вещи он не исполняет, нужно как-то его сильней разжалобить, как-то вот, что нам вообще плохо, мы вообще не едим даже, не кушаем, а ты, Господь, все, что-то не делаешь и не делаешь. Для нас то, что мы хотим. Я, конечно, понимаю, что я сейчас говорю очень утрированно, но вот такие картинки в нас живут. Объявим пост, да, будем как-то вот несчастными, такими страдающими, чтобы разжалобить Бога на исполнение каких-то наших желаний, наших хотений. И поэтому я считаю, что чрезвычайно важно, чтобы понять суть поста, да, обращаться не к традициям, не к тому, что там кто-то говорит или там какой-то проповедник учит. Сейчас огромное количество проповедников. Почему я говорю в церкви, всегда проверяйте, вот по священному писанию, точно ли так, и мои проповеди, и то, что я проповедую, и то, что у нас с Ассеной проповедуется, и то, что там вы в интернете смотрите, вот, и то, что человек может что-то очень, как бы, с энтузиазмом говорить, так огненно проповедовать, это еще не значит, что он проповедует истину. Часто есть талантливые люди, есть талантливые ораторы, но талант еще не говорит о том, что человек вещает истину. Можно талантливо нести всевозможный бред, правда же? Сколько в 90-е годы было талантливых мошенников, которые так убеждали народ приносить все деньги им, что люди верили и приносили деньги, и так деньги, помню, в одном из интервью Мавроди рассказывал, что у него квартиры не хватало, чтобы деньги складывать, проблема у человека, все ему несут и несут, такой был убедительный, да? Поэтому драгоценно, я к чему говорю, что люди могут убедительно говорить неправильные вещи, иногда они осознанно говорят неправильные вещи, иногда они сами заблуждаются, вот, поэтому Бог нам дал Слово Божие, чтобы мы смотрели по Священному Писанию, точно ли это так? Апостол Павел не обижался, когда его проповеди сверялись по Священному Писанию, проверяй все, что вы слышите, от меня в том числе. Иногда мы слышим нестандартные вещи, проверяйте по Писанию, точно ли это так? Иногда мы слышим стандартные вещи, и их проверяйте по Писанию, потому что иногда бывают такие стандартные вещи, которые вроде бы всем известны, но когда начинаешь думать, а где же это в Библии, то не всегда можно найти. И вот смотрите, 58 глава книга пророка Исаии, где Бог говорит о самой сути поста, что такое пост. И эта 58 глава разбивает всякие модели какие-то религиозные, вот эти языческие молитвы разбирает, вот это представление о золотой рыбке разбивает, представление о том, что надо Богу в молитве весь список поручений дать. Вот личные поручения, поручения на уровне церкви дал, поручения на уровне города, на уровне страны, на уровне всего мира, поручения раздал, все, все сделал, все, все выполнил. Мне очень, знаете, понравилось то, что вот сегодня говорил Алексей Кутергин, да, он говорил, что молитвы часто были связаны с действием людей. Помните, вот он говорил, да, люди, люди что-то, когда люди молились, они что-то еще и, и, и делали. Мы помним, Нейман был больной проказой, и не просто за него молились, он должен был прийти и что-то сделать, окунуться, помните, в этой реке Иордан, что ему было очень, очень непросто сделать. Мы помним, что вдова Иссарепты Сидонской, у которой очень мало что-то было, да, она не просто там молилась Богу, она что-то сделала. Помните, она накормила пророка, пророка Елисей. То есть есть какие-то определенные, определенные действия, которые мы, мы должны совершить. И это заложено в самой, в самой сути молитвы. То есть мы не просто, вот нам что-то не хочется, Бог, сделай сам. Что ты там думал, да, Бог сам сделай, да. Мы должны со своей стороны, вот я еще раз подчеркиваю то, о чем Алексей сегодня говорил, да, мы должны делать то, что мы можем, то, что от нас зависит. Потому что молитва – это не оправдание для собственной, для собственной лени, да. Вот мы можем молиться и молиться, и ничего по молитвам не происходит. Потому что молитвы – это не языческие, вот, по щучьему велению, по моему хотенью. Я помню, когда вот в телефонах фирмы Apple стали появляться новые, ну, как говорят, смайлики, эмодзи. Помните новые эмодзи, когда там стали появляться, ну, эмодзи – это в сообщениях разные улыбки или какие-то рисуночки, вот. Или там любовь, там мужчина-женщина, между ними сердечко, и можно было просто жене не писать «я люблю тебя», а просто послать вот этот эмодзи, где мужчина-женщина, сердечко, вот, как бы, все это выражает. И вдруг в фирме Apple стало происходить такие вещи. Там не мужчина-женщина только, а там получалось мужчина и мужчина, между ними сердечко. Женщина и женщина, между ними сердечко. И, конечно же, мы, христиане, когда мы стали на это смотреть, мы поняли, что тут продвигаются там гомосексуальные, лесбийские взаимоотношения, что, конечно же, расходится с нашими убеждениями, правда же, драгоценная? Расходится с нашими убеждениями. И начали говорить, а может, нам, давайте будем молиться, чтобы убрали эти эмодзи гомосексуальные из наших святых айфонов. Некоторые всерьез молились. Почему-то не ответил до сих пор Бог на эти молитвы. Вы не задумывались, почему? Почему Бог не ответил? Может быть, это ему нравится? Ну, тогда это расходится с Библией. Ну, просто потому, очень просто, что люди, которые работают в силиконовой долине и делают эти айфоны в том числе, и голова, который сегодня в фирме Apple, Тим Кук, он нетрадиционный, как говорят, сегодня сексуальной ориентации, да? Нетрадиционный. И они делают эти айфоны, вот эти люди, Тим Кук с нейрадиционной сексуальной ориентацией, выпускают эти айфоны, и, конечно же, в эти айфоны, в эти смайлики, в эти эмодзи, они помещают свои какие-то взгляды и свои убеждения. А? Это понятно же? Это же понятно. Ты скажешь, мне это не нравится. А может быть, нам с вами молиться, чтобы в этих силиконовых долинах были и христианские какие-нибудь компании? Чтобы главами этих корпораций были верующие люди, и тогда они будут влиять на то, что какие там эмодзи. А мы часто, нет, нас там нет в силиконовых долине, телефон упускают, делают гомосексуалисты для нас, а мы будем молиться, чтобы там были правильные эмодзи. Вот есть наша сфера, есть наша задача, которую никогда мы не покроем нашей молитвой, потому что молитва – это не прикрытие лени. Когда мы со своей стороны делаем все, что мы можем, тогда мы молимся. А когда мы, драгоценные, не делаем, что мы можем, а просто давайте вот помолимся, ничего не меняется. Почему? Да потому что это вообще никакая не молитва, это просто наши языческие представления. И вот посмотрите, в 58 главе, в 58 главе книги пророка Исаия, первые слова очень сильные. Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его, и дому Яковлеву на грехи его. Они каждый день ищут меня, хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Вот посмотрите, драгоценные, вот эта картина вроде бы очень ревностной церкви. Вот можем перевести на современный язык, да? Каждый день ежедневные молитвы, не по воскресеньям только. Каждый день ищут лица Господня. Каждый день хотим знать Божьи пути. Потому что мы не хотим оставлять законы Бога нашего, да? Мы вопрошаем Его, желаем приблизиться к Богу. Красивая картина. Красивая картина. Люди каждый день ищут его лица. Они говорят о приближении к Богу, что Бога нельзя оставлять. Хотят знать Его пути. И вот третий стих. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь? Вот такие вопросы часто возникают и у нас. Начал молиться. А что-то мало что-то происходит. Ну ладно, раньше не молился, а теперь каждый день молюсь. Что-то мало происходит. Я не просто молюсь, я теперь пост взял. У нас пастор со сцены говорит, у нас пост Даниила 3 седмицы дней. До самого Рождества 3 недели будем в посте. Я взял пост, все, в мясную отдел не захожу. Булочки с пончиками не покупаю. Ничего не меняется в моей жизни. Возникает вопрос, почему? Бог, тебе не жалко, уже две недели я вкусняшек не ел. Печенюшек, мимо печенюшек проходил. Почему я это делал, а ты не видишь? Смиряю душу свою, а ты не знаешь. Бывают такие вопросы у нас возникают, а? Да? Конечно же, бывают такие вопросы. Почему? Бог отвечает. Потому что у нас языческие молитвы. И Он поясняет, смотрите. Почему? Да? Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу. И требуете тяжких трудов от других. И вот самое важное, мы должны осознать, что суть молитвы, да, это общение, взаимоотношение с нашим Господом. А не список поручений для Духа Святого, которые мы каждое утро отправляем на небеса, отправляем на небеса. Нет? Это общение, то есть драгоценное. Это не загрузить Бога своей волей, а узнать Его волю. И быть в этом честным. Потому что порой познание Его воли расходится с тем, что мы хотели бы. Готов ли ты смирить свои желания под волю Божью? Или ты, как некоторые язычники, думают, что я хочу, то и Бог, значит, хочет. И они просто стараются через молитву, через пост исполнить свои желания, свои хотения. Четвертый стих. Вот вы поститесь для ссор и распри, для того, чтобы дерзкую рукою бить других. Да, потому что часто в наших молитвах цель это что-то добиться, кем-то стать. Мы порой не задумываемся про обратную сторону этого. Как вот в классическом примере. Вот в одной деревне двое молятся. Один просит Господь, дай дождя. У меня поле стоит, палить не могу, сил не хватает, дай дождь. В этой же деревне другое говорит, Господь, чтобы была хорошая погода. У меня сегодня сын женится, чтобы солнышко светило. Что могу делать? На чью молитву ему отвечать? Ведь кто-нибудь, да подумает, что все не так. На самом деле и у одного свои какие-то желания, и у другого какие-то свои желания. Вот. И вот он говорит, вот вы поститесь для ссор или распий, для того, чтобы дерзкую рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Вот же как мы хотим, чтобы наши молитвы были услышаны на высоте. Чтобы это не просто был какой-то религиозный ритуал. Как у язычников. Вот надо вот взять бубен, и вот так дун-дун-дун-дун. Ничего не понимаю, но что-то запускаю, какие-то механизмы. И вот я буду бить в этот бубен, и там вызывать гром, там или молнию, или ясное солнце, или дождь, или урожай, или чтобы врагов поразить. Вот то, что мне надо. Вот я бью в бубены, говорю какие-то шаманские заклинания, говорю какие-то шаманские заклинания. Некоторые думают, что когда мы приходим к Богу, у нас бубна нет, но суть та же самая. Мы вот какие-то в духовные бубны бьем, и опять Богу задание, Богу поручение. Бог, ты должен знать нашу волю, что мы хотим. Мы не хотим это. Нам надо это. Это нам надо. Это нам не надо. Делай как надо. Никак не надо, не делай. Пожалуйста, пожалуйста. Давай мы тебя просим все вместе еще. Все возьмемся за руки, попросим. Так он нас услышит. По отдельности не очень, а вместе нас услышит. А если всей церковью мы возьмемся и будем молиться день и ночь, бить и бить, тогда он точно услышит. Давайте сильнее еще попастимся. А если поститься мы будем, тогда он нас точно услышит. Ведь мы же будем голодать, а он нас любит. А Бог есть любовь, ему нас будет жалко, и он точно все исполнит. Давайте не будем есть хотя бы три недели. Молитвенное служение закончится, разосли по домам. А потом ничего не работает. Мы такие как-то... Вы знаете, и как быстро у этих молитвенников гасит энтузиазм? Как быстро? Вот они так помолятся, помолятся, помолятся. Ничего, что-то не работает, ничего не происходит, ничего не случается. Ну, кто-то почитает книжек, ему объяснят нам тебе веры мало. Возрастай веры, бей в бубен сильнее, тогда получится. А кто-то разочаровывается, уходит. Возникает вопрос, вот реально мы так верим, мы так думаем, вот это настоящая молитва? А? Вот такие молитвы у нас? Хотя в Библии же тут, Бог же нам говорит о таких же людях, у которых там желание, они Богу задания дают, у них воля четко есть. Они ее до Бога доносят постоянно, ну и укрепляют постом. И вот он, смотрите, пятый стих. Таков ли тот пост, который я избрал, в день, в который томит человек душу свою, да, вот, как Даниил был в томлении, да, в сетовании, в печаловании. То есть это некое внутреннее сокрушение. Это не то, что ты так собрал всю волю в кулак, свои желания, Бог, знай мою волю, Бог, знай мои желания, Бог, вот, это некое сокрушение пред Богом. То есть это внутреннее состояние. Человек томит душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и печа и пепел. Это ли назовешь постом и днем угодным Богу, а? То есть это что, только внешние какие-то вещи? Вот мы такие ходим, все грустные, все печальные, мы гости, мы не едим, у нас очень серьезные лица. Это ли называешь постом? Это что ли? То есть смотрите, Бог, Он нас словно уводит от человеческих тех желаний наших, когда мы думаем, что вот надо пробить свои желания через небеса, там, духи, ангелы, там. Бог нас уводит от внешнего состояния, когда вот мы думаем, о, что это вот так? Я иногда замечаю, людям так иногда нравится вот из себя строить духовных, вот когда мы так и внешне вот мы ходим, и вот, вот я с таким лицом хожу все время, важным. Почему? Ну, потому что каждое утро я в молитве тишины, в созерцании, я так Бога познал, что у меня уж прям лицо вытянулось от созерцания, прям, да созерцался. Это что такое? Нет, это все внешние игрушки, внешние вещи, когда мы пытаемся вот тут как-то Бога разжалобить. Нет, ну не работает это так. Ну, я, конечно, понимаю, из средних веков люди до сих пор живут, но давайте читать Слово Божие, что написано. Вот пост, шестой стих, который я избрал. «Разреши оковы неправды, развяжи узы ерма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ермо». Мы думали, что во время поста это мы даем Богу задание, а на самом деле во время поста Бог нам дает задание. Сразу же уже как-то поститься не так хочется, потому что думаешь, я и так устаю, еще мне во время поста Бог надает задание. Я тут думал, это я ему надаю задание. Говорит, Господь, не успеваю. Декабрь месяц, пастор говорит, месяц напряженный, рук не хватает, Боже, давай. А во время поста Бог говорит, хорошо, вот какой пост я избрал. Вот какой пост. Записываешь? В смысле, Бог? Ты должен записывать во время поста, что мне надо. А Бог говорит, нет, ты должен записывать, что мне надо. Если ты хочешь поститься. Если ты хочешь играть в религиозные игры, ходить с постным лицом, вот такой вот, пожалуйста. А потом объясняй, почему не получается ничего по посту. И потом дети уходят от веры, потому что вот этими религиозными играми мы так их загрузим, вот так их загрузим, что они потом увидят, что ничего не происходит. Зачем? Это надо все. Они не хотят в эти игры все играть. Бог, смотрите, наоборот говорит. Вот пост, который я избрал. «Разреши оковы неправды, развяжи узы ерма, угнетенных отпусти на свободу и расторгни всякое ермо, раздели с голодным хлеб твой, из китающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». И тут, посмотрите, Бог говорит, настоящий пост – это не я у тебя на посылках, это не я исполняю то, что ты хочешь, это ты исполняешь то, что хочу я. Вот что такое настоящий пост. Поэтому имеет смысл с сегодняшнего дня на три недели брать пост только тем людям, которые вот готовы. Вот эти два стиха, шестой и седьмой стих, просто вы можете выписать, повесить себе на стенку, как некоторые верующие любят, да? Но мы как-то любим вдохновляющие стихи. А эти стихи, я бы так сказал, они, конечно, больше обличающие нас, больше обличающие, да? Это не то, что «Ой, как раз, вот мне как раз попаститься, у меня к концу года вообще денег нету, на еду не хватает, как раз пост возьму». А Бог говорит, пост – это не экономия. Это не то, что сейчас всей семьёй попастимся, больше денег будем, накупим на Новый год больше вкусняшек. Нет. Пост – это не экономия. Пост – это когда ты то, что мог бы съесть сам, отдаёшь голодным. Разделяешь. С нуждающимся всё это. Вот, смотрите, вот пост, который я избрал, да? «Раздели с голодным хлеб твой, с китающихся бедных веди в дом твой». То есть мы видим драгоценное. Что такое настоящий пост? Это не усиленная просьба Богу, усиленная голоданием, да? Это неправда. Пост – это некое… Вот то, что говорит Павел, «вникая в себя и в учение», когда мы начинаем вникать в себя. Я, конечно, понимаю, что это важно делать каждый день, но мы порой так заняты, мы порой так засуетили, что у нас не хватает на это времени. И молитвы важны ежедневные, не потому что вот, ну как-то у меня вот не получается каждый день молиться, а тут с утра я буду молиться и Богу давать задание. Нет. Вот такие молитвы, они бесполезны. Вообще бесполезны. И это никакой вообще не пост. Никакой не пост. Настоящий пост – это когда ты начинаешь проверять себя. На неправду. Не держишь ли ты кого-то в узах обиды, в узах непрощения, в узах горечи, в узах раздражения. Мы так бывает обижаемся. Вот на этого я обиделся, с этим я не разговариваю, с этим-то я не согласен, вот этот вообще что-то никто делает. У нас тут много негатива внутри. И во время поста мы начинаем вот это все, все эти узы развязывать. А угнетенных отпусти на свободу, да? Нашими опять-таки обидами угнетаем людей, характером каким-то, раздражением бывает, ворчливостью, сварливостью. Мы угнетаем часто друг друга, да? Когда мы начинаем делать добрые дела, стараться помогать. Может быть, то, на что мы так засуетились в течение всего года вот этого 2019-го, у нас не хватало времени на это. А тут мы начинаем это делать. Мы начинаем думать, а кому, может быть, я мог бы помочь, а не помог? И во время поста я все-таки сделаю это. Я помогу этому человеку. Кого я мог поддержать и не поддержал, и во время поста Бог мне напомнил. Вот смотри, ты же мог ему что-то сделать, а ты не сделал. Поддержи этого человека. Поддержи этого брата. Поддержи, поддержи эту сестру. Поддержи. Помоги им. Помоги. То есть это то, что ты делаешь вот внутри себя, да? Когда ты ощущаешь себя вот этим светом Божьим, и ты стараешься, чтобы этот свет сиял ярче. Если там где-то твой свет где-то помутнел, нужно убрать всякую ту муть, всю суету. И восьмой стих. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет перед тобою, и слава Господне будет сопровождать тебя. То есть, видите, когда ты начинаешь что-то делать доброго, что-то начинаешь делать хорошего для своих ближних, и тогда Бог говорит, откроется. То есть, понимаете, у нас есть очень много религиозных стандартов. Можно вот, Жень, можно на сцену, да? Мы как раз вот на прошлой, нет, на прошлой, на позапрошлой неделе мы со служителями общались, и мы разговаривали по поводу молитвы. Я говорю, знаете, о том, что есть, например, очень много каких-то религиозных фраз, которые нам кажутся просто очевидными. Но этих фраз нет в Библии, поэтому мы не можем говорить, что это вот «да и аминь». У нас есть некие клише. Одно из таких клише, когда вот мы говорим «Лучшее, что я могу сделать для моего брата, это помолиться за него». Слышали такое выражение? «Лучшее, что я могу сделать для моего брата, это помолиться за него». Здесь Бог говорит, «Вот пост, который я избрал, помолись за всех братьев своих, за всех сестер своих, за всех родных своих, за всех неродных своих, за всех близких своих, за всех дальних своих, за кого ты не забываешь молиться и за кого ты забываешь молиться, за всех помолись хорошенько». Нет, Бог призывает нас. иногда молитвы очень важны. Но если предположим, вот, например, у меня есть еда. У меня есть еда. И вот брат говорит, слушайте, помолитесь за меня. Что-то тяжело у меня в последнее время. Уволили с работы, нет еды. Нет еды. Как-то с семьей, чтобы Бог дал работу. У меня дома есть еда. И я ему говорю, лучшее, что я могу сделать для брата моего, это помолиться за него. Вы не чувствуете лукавство? Мне просто жалко с ним разделять свой хлеб. Я же думал, он во время поста сэкономлю. Если он голодный, лучшее, что я могу сделать для брата моего, это накормить его. Если он нуждается, лучшее, что я могу сделать для брата моего, это помочь ему. Иногда худшее, что ты можешь сделать для своего брата, это помолиться за него. Потому что ты не делаешь, чтобы ты мог сделать. И оправдываешь свое бездействие тем, что я помолюсь за тебя. Типа, иди подальше. Помолюсь за тебя. Важно молиться, когда надо молиться. Помогать, когда надо помогать. Кормить нуждающихся, когда он голоден. А не пытаться отмазаться какими-то вот духовными, красивыми и совершенно не библейскими словами. Это не правда, что лучше, что я могу сделать, помолиться за него. Смотря в какое время и в какой ситуации. Иногда, вы знаете, я вот смотрю, вот идет человек, вот какой-то печальный, или грустный, или еще что-то такое. Я такой иду и думаю, помолюсь за него. А может быть, мне не надо за него вообще молиться. А мне нужно подойти к нему, какие-то вещи ему хорошие сказать. Часто мы нуждаемся в каких-то ободряющих словах, вдохновляющих словах. Понимаете, о чем я сейчас говорю, да? А нам бывает лень это. Что-то сказать, ободрить там, может быть, посоветовать. Иногда мы нуждаемся просто, чтобы нас выслушали. Бывает же такое? Вот просто выслушали, чтобы нас. Может быть, он нуждается, чтобы его выслушали. Но мне лень его выслушивать. Я не хочу его слушать. Я уж сегодня сколько у людей слушал, я хочу его слушать. Лучше, что я могу сделать, помолиться за него. Да и пошел он. Видите, как рождается религия, как берут молитву, величайшее духовное оружие, и его коверкают, переделывают. Делают из него какую-то, знаете, вот как будто вот, вот такое вот. Так вот смотрите, что Бог говорит. Спасибо, Жень. Что Бог говорит. Не пастор, не проповедники там какие. А что Бог говорит? Вот пост, который я избрал. Разреши, а кого вы ерма, а кого вы неправды. То есть, посмотри в свои жизни. Убери всякую ложь, всякую неправду. Разреши узы ерма, там, если есть какое-то угнетение, давление. Помоги людям, если ты кого-то угнетаешь. Проверь, хорошее, вот у нас в семьях, вот хорошее для мужа. А не превратился ли я в деспота в своей семье? У мужчин это бывает, а? Бывает. Жене проверить, а не допекаю ли я там, как это называть? В притчах, помните, как капель в дождливый день. Может быть, есть такая, и капаю, и капаю, и капаю, капаю. Вот есть такие жены, и капаю, и капаю, и капаю, и все же правильно капаю. Не превратился ли я вот в такую в сточную трубу, которая капает на мозги всей моей семье, доканывая их? В некоторых ситуациях вот такая вот, а еще и молишься потом. Тебе надо не молиться, тебе надо капать перестать. Вот и все. Это очень просто. Давайте помолимся. Чего молиться-то? Ты сделай и пойди. А то вот, мало Богу задание дали еще. Еще одно дать надо, да? И вот давайте помолимся над его характером. Да он ничего сам со своим характером делать не хочет. Бог должен и с нашим характером сейчас что-то еще делать, а? Помолите, чтобы Бог убрал из меня жадность. В смысле? А кто есть нежадный по своей плоти здесь, а? Мы все жадные. Такие все прижимосты. У каждого какая-нибудь маленькая или большая жаба сидит. Правда же? Греховную плотник никто не отменял пока. на земле. И каждый из нас призван работать с этим. Работать с духом умиршлять дела плоские. Духовной жизнью нашей. Это работа над своим характером. А мы... Давайте там... Ничего не хочу делать. Может быть, вот так вот крыбли-корабли-бумс в объем в бубен, и я стану сразу щедрым, любящим, добрым и несварливым. Вы чего? Это работа, духовная работа. Поэтому Бог и призывает нас с вами. Разделись голодным хлеб, скитающих и бедных веди в дом. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет перед тобою, и слава Господне будет сопровождать тебя. Тогда ты возовешь, и Господь услышит. Видите, что мы хотим, да? Но когда это происходит? Вот после всего этого, да? После того, как вот мы все это исполнили. А мы не хотим этого делать. Мы не хотим вот это что-то над собой работать, что-то делать, помогать, нести свет, нести любовь, нести добро. Нам ничего этого делать не хочется. Мы хотим сразу. Встал, сегодня пост начался, закричал к Господу. И он говорит, вот я. Как в 9 стихе. Но все это, то, что написано в 9 стихе, все это после 6 стиха, 7 стиха. Видите? Тогда 9 стих. Тогда возовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет, вот я. Когда ты удалишь из среды твоей ермо. Видите? Бог продолжает. Когда Бог, вот я, что-то я не слышу вот этих слов в молитве. Вот я. Молюсь, молюсь, не ем вторую неделю. Где вот я? Где он? Бенихину, Дух стой, говорил, что-то, там, другим людям веры говорил, я, ничего не говорит. Бог, а Бог поясняет, когда ты удалишь из среды твоей ермо. То есть, посмотрите, вот что интересно, драгоценный, Бог не делает ни молитву, ни пост чем-то вот таким отдельным от нашей жизни. Вот у нас вот есть жизнь, и мы что-то ругаемся, что-то вот свои там, пытаемся волю всем навязывать, там, с кем-то ссоримся, там, с кем-то миримся. И вот у нас есть святая сфера молитвы и поста, святая сфера молитвы и поста. И вот мы пришли и говорим, Господь, помоги, вот там, ты видишь, мне никто не помогает, все люди ничего не понимают, и все. Бог это не делает. Бог делает молитву и пост неотъемлемой частью всей нашей жизни. Видите, да? Это не что-то отдельное. Вот ты где вот, ты вот тут сам, сам как есть, а вот тут ты прям сам не свой весь. Нет. Все он связывает со всей нашей жизнью, со всеми нашими делами, со всеми нашими поступками, со всем нашим отношениями. И он говорит, работай над своим отношением, над своим сердцем, над делами добра, трудись, делай, предпринимай шаги. когда ты удалишься из среды твоей ермо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, когда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень, и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и утучнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водой усад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. Вот мы так любим читать вот эти стихи. И 11 стих мы любим читать, да? Очень любим. И 8 стих, что вот как заря свет наш взойдет, и будет Господь вождем нашим всегда, и во время засухи будет насыщать душу, нам так нравятся вот эти стихи, и все бы было бы хорошо, если бы вот не 10 стих, не 7, не 6, где мы видим, пост – это не особая пора посылания Богу заданий, пост – это особая пора работы в своей жизни, пост – это особая пора работы в своем сердце. Вот что такое пост. А если ты постишься, если ты не ешь, из-за того, что ты не ешь, у тебя испортился характер, а такое бывает, у некоторых особенно быстрый метаболизм, они говорят, пастор, такой быстрый метаболизм, пощусь, прям такое настроение ужасное, и ты ходишь во время поста и только со всеми ругаешься и ругаешься и ругаешься. Это пост? Ты не ешь, у тебя плохое настроение, и ты со всеми переругался за три недели? А потом ты думаешь, а где же вот этот Бог-то со своим «вот я», а где эти благословения, которые здесь говорится? Поэтому Бог нам и говорит, драгоценные, прежде чем войти в пост, подумайте, готовы ли вы? Хотите ли вы этого? Готовы ли работать над собой, над своим сердцем? Готовы ли вы открыть глаза и увидеть себя? Не осуетились ли вы себя в своей жизни? Не скопили ли вы к концу года обид? Недовольств, негодований, раздражений. Это же самое ужасное, когда мы молимся и раздражаемся, постимся и ходим с злыми. И такую картину я часто порой наблюдаю. И таким людям хочется сказать, заканчивай этот пост, это вообще не пост. Лучше сядь да поешь по-нормальному. Успокойся, все хорошо. Иисус Господь до сих пор. Не переживай так, не нервничай сильно. Все нормально. То есть, понимаете, некоторым после таких постов самим реабилитация нужна еще. Потому что мы воспринимаем пост как подвиг души нашей, как вот, вот Господь уже сколько стою я и прохожу мимо холодильника, времени. Надеюсь, ты оценишь, ведь ты сам любишь покушать. То есть, понимаете, вот эти смешные религиозные картинки, когда мы уподобляем Бога себе самому. Мы создаем себе Бога по своему образу и по своему подобию. И пытаемся Ему угодить тем, вот как нам кажется, как бы нам бы угодили бы. А Бог не человек. И Божьи мысли не наши мысли. И Божьи пути не наши пути. Бог есть Дух, говорил Иисус. Бог есть Дух, руах, ветер. Попробуй его поймать. Поэтому, когда мы говорим о времени поста, это время, когда ты работаешь в своем сердце, в своей духовной жизни, когда ты с утра молишься, не чтобы Богу задание надавать на этот день, чтобы он там сегодня даром хлеб не ел. А когда ты садишься перед Ним и говоришь, Господь, покажи мне еще, что я должен в своей жизни изменить, преобразовать. Кому я, Боже, могу помочь еще? Что я могу сделать, Господь? Кому я могу принести добро? Кому я могу принести любовь? Кому? Что я могу сделать? Когда у тебя вот внутри такое состояние, вот этот пост, вот он. Поэтому пост – это серьезнейшая духовная работа, прежде всего, внутри тебя, в твоей жизни, в твоем сердце. Когда ты не просто удаляешь от себя, там, от мяса, от вкусных язв, ты отрезаешь себя, там, от лишней информации этого мира, не сидишь, как раньше, над всякими развлекательными передачами, стараешься в это время быть во внутреннем состоянии духовном, перед Богом, стараешься делать то, что ты не делаешь обычно, стремишься и в себе работать, чтобы Бог в тебе работал, и чтобы Бог через тебя работал в жизнях других людей. Вот что такое пост – это усиленная работа. И Бог говорит, вот тогда взойдет свет твой, вот тогда я услышу тебя, и ты будешь, как напоенный водою сад. Давайте сейчас закроем глаза. склоним головы. Вы знаете, у меня огромное ожидание перед этим постом сейчас. Большое ожидание. Вы знаете, что в последнее время очень много ездил я, на прошлой неделе служил в Эстонии, был в Таллине, в разных церквах служил, проповедовал на конференции. И я замечаю, когда очень много поездок, перелетов, то вроде бы вот и служишь, и проповедуешь, а вот мало вот этого времени вникать в себя, мало времени быть перед ним. Не чтобы помолиться, Бог благослови собрание, Бог там то сделай, так, чтобы просто побыть перед ним и не свою волю ему сообщить, а его волю узнать. Его волю узнать для себя. И я так рад, что вот у меня сейчас весь декабрь, это свободное время, когда я могу просто быть перед лицом Господним. И я вас призываю, у нас нету обязательного поста, но я призываю всех желающих присоединиться к нашей команде, к команде наших служителей, в этом сетывании, в этом трехнедельном стоянии пред Господом, то, что называется пост Даниила, когда мы едим, но не всю еду, не частично, не едим мясное, не едим всякие вкусняшки, вкусные вещи. Если кто-то до сих пор употребляет алкогольные напитки, когда ты ничего алкогольного, ничего алкогольного. И все это только для того, чтобы сконцентрироваться на своем внутреннем мире. Поэтому, помимо всего этого, время поста верующие не смотрятся эти развлекательные передачи всевозможные, телешоу, чтобы быть пред лицом Господа, чтобы вникать в себя и в учение. то, что мы, по сути, должны делать постоянно, но мы, к сожалению, это забываем. И вот этот пост, время вспомнить, вспомнить о главном, вспомнить о самом основном, о сути, сути. Всемогущий Господь, спасибо Тебе за то, за то, что молитва библейская отличается от языческих ритуалов, отличается от магических обрядов, отличается от шаманских камланий. Настоящая библейская молитва это неусиленное проталкивание своей воли небесам, не навязывание своей воли всем окружающим, своих желаний этой земле. Настоящая молитва и пост это познание Твоей воли, смирение перед Твоей волей и исполнение Твоих желаний. Нести Твой свет, нести Твою любовь. Избавь нас, Господь, от религиозных клише, от всяких религиозных стереотипов, которые пустые и бесполезные. Мы хотим познать суть настоящей молитвы. Мы хотим пережить силу настоящего поста, когда человек смиряет душу свою, когда человек вслушивается, вслушивается в свое сердце, что Дух Божий скажет ему, когда ты видишь вокруг себя тех, кому можешь помочь, поддержать, выслушать, накормить. обогреть, совершить добро. Пост – это время сокрушения нашего эгоизма, в том числе нашего религиозного эгоизма, наших амбиций, нашего опломба. Я молю, мой Бог, учи нас настоящему посту, не играм, а настоящему, Бог, чтобы мы могли пережить, могли услышать во время поста Твои слова. Вот я. Пережить единение, слияние с Тобой. благослови Господь во имя Иисуса Христа. Дай нам, Боже, не играть с Тобой в религиозные вот эти игры, не играть в поиск Бога, как играл израильский народ. Вот мы ищем, а Ты не слышишь, приближаемся, а Ты не видишь. Я молю, мой Бог, чтобы мы воистину приближались, воистину искали Тебя, воистину смирялись перед Тобой. Благослови Господь Иисус. Благослови Господь и Тебя. Благослови Господь. Благослови Господь. Субтитры подогнал «Симон» Покажи нам, Бог, что мы должны изменить в нашей жизни, в нашем характере, в наших взаимоотношениях с нашими ближними, с нашими родными, с нашими друзьями, Господь. Чтобы мы были честны с Тобой и с собой, Господь, во имя Иисуса Христа. Чтобы наше сердце было мягким. Я молю, Бог, чтобы мы смотрели, насколько много в нас плода Духа и насколько мало дел плоти. И если мы видим проявление дел плоти, покажи нам, Бог, что мы должны сделать, что мы должны изменить. Дай нам силы, Бог, изменить это. Мы хотим быть подобными Твоему Сыну Иисусу Христу. Иметь в себе такие же чувствования, которые были во Христе. Жить, служить, сиять, как Твой Сын. Также мы просим, Бог, помоги. Что мы можем особенного сделать во время этого поста? Кому мы можем помочь? Кого мы можем поддержать? Накормить? Проявить любовь, доброту, тепло. Принести свет, заботу, поддержку. Я молю, мой Бог, сделай эти три недели особенными, особенным временем. Халлелюй, Иисус. Слава Тебе, Господь. И мы объявляем, Боже, в нашей церкви этот пост Даниила. Время сетывания, настоящего духовного поиска, усиленных молитв. Ограничений в питании, ограничений во всех развлечениях, в телевидении. Ограничения, Господь. Три недели. Благослови нас это время, Боже. Я молю Тебя, чтобы мы могли слышать во время поста. А вот я, Твои слова. Слава Тебе, честь и хвала. 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 Слава Тебе, честь и хвала.